Вопрос от Павла Загуменного Причем этот вопрос такой типичный, особенно для людей, которые долгое время занимаются самоздоровлением, но несколько, как бы сказать, бывают у них промахи. В чем они состоят? Итак, читаем. При росте 185, вес 75. Много чего из ваших них пробовал, но одну проблему до сих пор не могу решить. Много слизи кролый год и ротом и носом, правда летом меньше. Я уже 22 года молочный вегетарианец. Какую диету вы мне порекомендуете, чтобы слизи было меньше или, может, какие специи, сжигающие слизь от молочного отказаться? Пока не собираюсь. С несерпением жду ответа. Разбираемся. Смотрите. Смотрите, что у нас происходит. Вообще-то, несколько перевозбужден жизненный принцип ветра, то есть сухость и холод в организме. Это может способствовать и голодание. А дальше, смотрите, что там происходит. Много слизи кролый год. Изо рта и носом и так далее. Летом, правда, меньше. То есть, почему летом меньше слизи? Да потому что слизь, она боится жара. Летом температура побольше и организму хватает внутреннего тепла плюс внешнего для того, чтобы хоть как-то с этой слизью справиться. Далее. Практически уже многие из нас знают, что самые слизообразующие продукты это молочные. И когда их чрезмерно много, организм не успевает их переварить, и они просто-напросто начинают всасываться. И в виде слизи выбрасывается слизь, выбрасывается у нас через нос, рот и легкие. Это место типично для сброса слизи. Значит, вот этот молочное вегетарианство, как бы сказать, вы уже проверили на себе, Павел, что где-то оно, возможно, вначале там и сработало положительно. Но в дальнейшем идет перекос, как в индивидуальной конституции, вот в частности с весом. Я считаю, что тут немножечко недостаточно веса. И поэтому хочется молочных продуктов для того, чтобы как-то это уравновесить. И в то же время, в то же время, эти молочные продукты, молоко, сметана, сливки, творог, это все-таки продукты, которые, ну будем говорить, чем больше возраст, тем они начинают меньше усваиваться. Считается молоко, это пища для младенцев, для детей. С возрастом человек переходит на видовое питание. А это питание, как правило, не молочное. То есть, если молочное у вас примерно процентов 50 или 70, вот такое вот и будет. То есть, какую диету вы мне порекомендуете? Я бы, знаете, сократил употребление молочного, чтобы слизи было меньше. Я бы ее сократил, примерно оставил только одну четвертую часть от того, что вы употребляете. И то, чтобы вы это ели через день. Каши, теплые каши с маслицем, со специями, с этим самым, можно немножечко соли. То есть, у вас не хватает огня, жизненной энергии, желчи. Это, как правило, такая остренькая пища, но она такая маслянистая пища, смешанная, так сказать, с острым. Каши, овощи должны быть тушеные, причем тушеные так, чтобы они на зубах скрипели и вы их ели в теплом виде. А вот специи, сжигающие слизь, не надо этого делать, вот думают, что мы будем сжигать слизь. То есть, вообще, когда появляется слизь, это говорит о том, что слабо пищеварение, но любое пищеварение от обилия слизи образующих продуктов, вот так вот она и будет работать. Значит, немножечко добавьте тмина, немножечко добавьте в салаты, там, свежие, втушеные. Ну, те специи, которые имеют чеснок, лук, там, имбирь, перец, естественно, тмин, отлично будут действовать. Попробуйте. Далее, втирайте в тело оливковое масло, принимайте теплые прогревающие ванны, и у вас и височек нормализуется. То есть, вас не будет клонить к тому, что вы будете там переедать такую вот пищу, которая, как бы сказать, пытается уравновешить перевозбужденный ветер. Слишком часто не голодайте, вот, не голодайте, это надо такую индивидуальную системку выбрать. И, конечно же, вот Елизар Ашуров, он очень много сказал по делу, прислушайтесь и к нему, и он же все будет нормально. То есть, просто-напросто, вот это вот, как вы там назвали, молочный вегетарианец. Вот это вот молочный вегетарианец, ну, люди, конечно, все, что угодно придумывают. Питание должно быть правильным. Вот еще Караваев говорил, у нас своя собственная система пищеварения. Не надо становиться какими-то хищниками, мясо там есть, и не надо в то же время становиться вот этими вот сыроедами-вегетарианцами, потому что у нас устроена пищеварительная система не так, как у животных, которые в основном питаются растительной пищей, там, травой. У нас нечто что-то такое средненькое. Ну, и, как правило, почитайте, конечно, мои книги по питанию. Я их все выставил. Пожалуйста, почитайте. Обязательно с учетом, посмотрите, с учетом индивидуальной конституции, что вы, вот когда вы прочтете, у вас сразу сложится образ, где вы допускаете какие-то просчеты, и все будет наладиться, все нормально, вы будете, проживете, ого-го-го, сколько. А вот это вот молоко, увы, увы, это такой продукт, знаете, вроде бы и полезный, но полезный в свое время, в своей дозе и в своем возрасте. Вот тогда он будет действительно полезен. А когда это все как-то идет на поток, вот такие вот вещи получаются. Ну, Павел, вы молодец, вот с вами интересно поговорить, потому что вы занимаетесь, вы имеете какой-то хороший опыт, с вами интересно общаться. Ну, а вот эту ошибочку устраните это молочком, перейдите на кашки, на тушеные овощи. О, будет. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!